биткоин падает на 10 тысяч долларов ладно шутка всем привет вы на канале крипто комманс я на самом деле уже записал это видео но биток тогда стоил 64000 а сейчас мы вот это видим маленькую недельную красную свечку дневную точнее даже дневную красную свечку и все наверное паникуют красная точка на сайфере заворачивающие осцилляторы идем ли мы на дно или что поэтому давайте быстро обсудим краткосрочную волатильность а потом уже перейдем к долгосрочному анализу и обязательно поэтому если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал нажать на колокольчик и все такое прочее я считаю краткосроке что паниковать не нужно смотрите это просто здоровая коррекция такая же как была и здесь и здесь здоровая коррекция в аптренде это мы на пяти минутках смотрите тут уже девера вырисовываются сейчас пока это видео демонтирую выложу уже будет интересная развязка либо мы отскочим либо упадем вот но лично я считаю что паниковать не нужно и нужно добирать сейчас каждую просадку потому что если вы отдалитесь на дневке вы увидите что мы в растущем тренде и переписываем all-time high и какое тут вообще шортить я извиняюсь хотя мы можем упасть на дневке смотрите и на 50 на 55 тысяч и остаться в аптренде поэтому голову включайте не берите большие плечи отдаляйтесь почаще на недель на недельке мы смотримся достаточно побычи фигарим наверх все осцилляторы фигарят наверх разве что вот идиотизм был вчера у нас на binance us с этим вот проколом на 8000 давайте обсудим это вчера у нас была с вами вот такая вот дикая тень фитиль или как некоторые называют все это сопля по биткоину на 8000 долларов если быть точнее то на 8 с чем-то на бирже binance us что это такое как такое возможно куда смотрит милиция спросите вы ну вот смотрите цена биткоина в моменте опустилась на 8 200 на платформе binance us на 87 процентов дропнулась цена на binance us речь идет либо сбой интерфейса либо реальном ордере по рынку объем за минуту составил 579 btc трейдеры естественно некоторые жалуются пишут что чуваки вы охренели мне там ликвиднула мою позицию на минус 25 тысяч долларов там или даже больше стоп там проскочил смотрите что я понимаю да binance us надо понимать что эта площадка не основной binance да то есть вот у нас с вами основной binance торговля qsdt как мы видим все тут прекрасно третья зеленая недельная свечка вот ну в моменте там если копаться конечно можно увидеть небольшую коррекцию но это слушать у нас всегда рост состоит из небольших коррекций то есть ничего экстраординарного на недельном таймфрейме опять же если мы посмотрим другие биржи тот же coinbase все тут нормально kraken все нормально бит стэмп все нормально то есть это конкретно произошло только на американском подразделении binance us давайте в двух словах что такое binance us эта площадка созданная специально для америкосов то есть эта дочка бинанса потому что как мы знаем с вами примерно год или уже больше наверно года два назад америкосам запретили торговать на binance обычным потому что там есть всякие даркой на сид коинов много марджин трейдинг фьючерс трейдинг ну в первую очередь конечно из-за из-за того что там торговли с плечом много потому что америкосам как вы знаете нельзя торговать с плечом запрещено это вот поэтому банят собственные аккаунты все используют vpn там чтобы на байбит фемикс торговать и так далее тому подобное короче binance сделали дочку на которой объемы в сотни раз меньше вот мы можем видеть с вами что суточный объем на binance us всего 16 тысяч битков то есть миллиард долларов то есть вообще ни о чем скажите семечки да так вот прикиньте кто-то моя версия основная такая что кто-то по стакану во первых либо ошибся и хотел продать по 82 тысячи а выставил по 8 200 и в итоге и продал там 10 тысяч биточков или сколько ну чуть больше чем этот суточный объем 20 тысяч биточков например продал человек но это надо идти лезть анализировать стакан и давайте мы с вами не будем это углубляться просто чувак нажал и столкнулся с тем что стакан-то пустой потому что в америке все торгуют где на coinbase на kraken на binance и кому нужен binance в америке соответственно просто попал в пустой стакан и ему налили по самой неболой и трейдеры жалуются некоторые что их ликвиднуло вот здесь вот здесь ну точнее как без плеча не ликвиднуло а стопы их съела например у чувака стоял стоп где-нибудь здесь а из-за ликвидности ему стоп съела на 25 тысяч долларов ниже понимаете какая тема из-за того что резкой был скачок из-за резкого сквиза ему стоп съела ниже вот но другие говорят спасибо вам большое binance потому что они поставили ведра вот сюда на 10 тысяч и я в них налили их отработали то есть теперь главный вопрос будет ли биржа возмещать этот убыток тем кого заделались по стопам но тогда ведь эти взбесятся кому далили понимаете то есть а по всей видимости тех кто поставил ведра на 10 и на 20 было меньше чем тех кого ликвиднуло здесь по стопам поэтому скорее всего не будут ничего возмещать биржа скажет все вуаля это блокчейн детка децентрализация так что не знаю ребят очень странный сигнал напишите что думаете вы даже индюки видите на этой бирже как взбесились rsi пошел вниз загибаться стахастик тоже в шоке красная точка на маркет сайфере это при том что на других биржах все отличненько никаких точек все идет наверх exactly as we expected как говорится а также друзья мои прямо сейчас рекомендую вам наставить на паузу это видео прокрутить вниз и увидеть что здесь написано специальная супер мега акция с нашими партнерами биржи бит гет сейчас у них будет проводиться крупнейший турнир кси g ай по шаговой инструкции регистрируйтесь на турнире по этой ссылке нажимаете на нее открывается страница вот как вы видите конкурс с большим призовым фондом в стобе тиси и здесь вам нужно прокрутить ниже нажать на командное соревнование и тут вы увидите еще ниже вот вы увидите нашу команду cc team то есть сначала регайтесь по этой ссылке на бирже обязательно если вы еще не зареганы а потом вступаете в нашу команду если вы ее не найдете вот вторая ссылка это наша команда можете нажать просто на нее и вступить вступайте в нашу команду пополняйте свой счет от 100 долларов и до 1000 долларов чтобы получить бонус 20 процентов на депозит вы можете пополнить и больше чем на 1000 долларов но бонус катит на депозиты до 1000 долларов пополняйте в usdt заполняйте вот эту форму со своими идеи и получаете бонус биржа интересная очень растущий объем торгов у нее сейчас покоен маркет кэпу как мы можем видеть состязание будет во вкладке единые фьючерсы все вот эти монеты будут идти в зачет все вот эти монеты депозиты очень даже человеческие по моему от трехсот долларов для участия в соревновании катит так что ребята давайте попробуем себя вступайте в нашу команду дешика пока тут нету но есть вон и эфир и биток и avax и ripple и биткэш и эти сишечка и атомы все такое прочее вон это на 11 процентов сегодня иксанула и салана все здесь есть так что давайте попробуем поторгуем конкретно соревнование начнется 30 числа так что торопитесь успеть вступить в нашу команду одними из первых на бирже биткет вот теперь во первых пока не забыл хочу вам показать что на binance фьючерс на обычные наши binance фьючерс на азиатской есть новый инструмент может быть вы не в курсе вот здесь есть индекс вы видели это индекс и тут есть индекс btc доминации индекс btc доминации то есть по сути это то что вот мы торгуем то что мы смотрим с вами когда анализируем движение альткоинов до доминация btc но вы поняли то есть в чем сейчас больше ликвидности в альткоинах или в биткойне и кстати говоря всем альткоин to the moon посвящается смотрите-ка мы даже не дошли пока до этой линии сопротивления и пошли вниз метить то есть многие говорят что мы до нее дойдем и может быть даже перепишем и уйдем сюда и потом только пойдем вниз на альтсезон но я думаю что может быть многих удивят том числе и господина карли то потому что смотрите сопротивление то может быть вот такое у нас нисходящее как вариант и мы уже его потрогали ложно прокололи и пойдем вниз и опять же дневная сетка эмэй риббон развернулась в бычью сторону вроде когда всех запутала что сейчас тут будет поддержкой мы пойдем вверх что может быть но обратите внимание здесь она тоже разворачивалась бычью сторону тоже была поддержка и мы пошли вниз поэтому если мы отдалимся то поймем на недельном таймфрейме что сетка у нас все-таки медвежий доминация все-таки в целом идет вниз достаточно долго как вы можете видеть сначала этого года с января этого года вот почему я люблю долгосрочные таймфреймы поэтому в целом я жду альтсезон и доминашку туда несмотря на то что конечно здесь у нас дивера дивера и целом все говорит за хороший отскок видите то есть но эти дивера тоже они бывают очень долго накапливаться посмотрите вот в прошлом мальтсезоне в семнадцатом году у нас вот тут тоже все было в диверах вон дивера дивера и что и мы в итоге еще сильнее упали и только потом отскочили поэтому я жду что мы еще сильнее упадем и только потом отскочим уже когда начнется медвежий рынок но это чисто мое мнение если вам интересно попробовать торговать индекс доминации btc то вот он есть на банане я пока не торгую но присматриваюсь единственное тут другие значения то есть он не в процентах измеряется как мы смотрим с вами на coin market капель на трейдинг ю а он измеряется так что в момент открытия он стоил тысячу тысячу есть детей и дальше он как бы в процентном соотношении попер вот вы видите то есть он вверх вниз и сейчас по идее доминация ну сейчас двоякой момент как бы лучше наверное не ссуваться подождать но в целом можно попробовать поторговать доминашкой вот такой момент дальше идем давайте взглянем быстро на некоторые монеты что по ним нам стоит ожидать эфир к биткойну редко мы так смотрим эфир к биткойна в моих обзорах а зря абсолютно потому что все таки эфир как ни крути это мать всех альткоинов и локомотив аль сезона сетка и моей риббон бычая уже больше года удерживаем если ее как поддержку то потенциал тут переписывать all-time high в принципе есть ближайшие сопротивления эфир к биткойну это у нас вот восемь с половиной миллионов сатоши 10 миллионов сатоши и уже all-time high то есть 13 половиной миллионов сатоши даже 14 почти мы просто не берем с вами вот эти вот резкие шпильки потому что они не очень sustainable устойчивы вот поэтому да астахастика rsi на недельке уже укатывается в пол возможно здесь сформируется w даже невозможно а точно в какой-то момент сформируется w потому что по осцилляторам всегда у нас формируются отскоки осциллятор не может уйти ниже чем чем он есть он может максимум что лежать долго очень в полу и потом отскочить тем не менее rsi все еще достаточно умеренно перегретый то есть еще есть ему куда упасть в принципе перед этим но если опять же это рынок бычий то может быть мы уже и пришли потому что вот у нас есть тут некая восходящая поддержка по осциллятору по market cypher тоже надо смотреть вот у нас сейчас тут есть покраснение это не очень хороший знак говорящий о том что возможно все-таки альты к битку идут в более затяжную коррекцию а в целом что можно еще сказать в целом мне нравится как отскакивают альты я вижу я видел вчера на дампе биткоина что альты держат удар лучше даже солана кстати ваша любимая тоже сейчас на последних из дыханиях пускает ракету вон 202 доллара кстати может улететь сейчас на новых хаях биткоина солана может и на 300 улететь я поэтому свои ведра на шорт подснял пока но в целом солану я буду шортить на медвежьем рынке крипты я думаю она даст очень хорошие иксы в шорт потому что но она типа мега перекуплены это по-моему только дурак не видит я не говорю что прям сейчас ее надо шортить но я говорю что даже сейчас она уже супер перекупленной когда она улетит выше она обязательно вернется ниже чем то где она сейчас поэтому хороший вариант шортить перекупленные альты на мой взгляд вот в целом альты все отскакивают картина абсолютно не меняется ни по биткойн кэшу не по дэшу не по лайткой ну ребят все то же самое что я вам говорил все то же самое происходит сейчас даже не вижу смысла смотреть ну а закончить это видео чем хочется ребята эфир классик к биткойну уже увидел хороший разворот как мы с вами помним да у нас был сильный памп весной конце весны намного иксов и теперь мы откатываемся консолидируемся удерживаем вроде как поддержку хотя к биткойну мы ее немножечко пробили на самом деле и все выглядит помедвежье да у нас красный маркет сайфер rsa идет вниз но что в пользу быков я вижу так это то что стахастик лежит на полу уже достаточно давно как вот здесь было и в какой-то момент это приведет к неумолимо к сильному отскоку поэтому эфир классик на мой взгляд хорошая тема тем более это true эфир не забывайте об этом но эфир классик доллару мы видим что он удерживает как раз поддержку и находится в аптренде то есть о чем это нам говорит что на самом деле все нормально с альтами это только начало это только начало и если проводить аналогию как эфир классик ходит сейчас он ходит примерно так же как ходил эфир в шестнадцатом году кто помнит то есть это все нам покажется прямой линии возможно и мы улетим куда-то туда тем более если вы понимаете что это не эфир ходил в шестнадцатом году а это эфир классик ходил в шестнадцатом году потому что это и есть настоящий эфир и вот это ребята настоящие крипто панки они та шляпа которую карл купил за миллион долларов при всем уважении дисклейвер конечно же ну и дэшик давайте глянем чего уж тут дэшик доллару тоже посмотрите в абсолютно нормальном аптренде да медленно да тяжело я видел много комментариев когда я сказал что дэш полетел в космос в прошлом видео все сказали грин ты офигел какой космос там 205 долларов со 180 так ребят я же не сказал еще улетел в космос я сказал полетел в космос я стараюсь давать вам здесь то на канале что еще не улетело то на что билетики на луну еще продаются по выгодным ценам понимаете а когда это улетит как салана ну вот здесь я вам не буду говорить смотрите дэш полетел в космос даже если я так скажу то уже смысл в этом будет какой чтобы локти кусали поэтому дисклеймер еще раз ребята все тут нормально кто торгует дэш к биткоину похоже что это уже все тренд медвежий тренд ослабевает и будет очень сильный отскок как минимум на 10 иксов до вот этого сопротивления потом до этого и до этого и до этого сопротивления там лететь и лететь тотал общая рыночная капитализация криптовалют уже переписала all time high это очень-очень радостно видеть нет вообще никаких причин и предпосылок сейчас для корректоса тотал 2 тем не менее все еще не переписал all time high соответственно внимательно смотрим зато и вдыхание вот он уже стучится в эту дверь сейчас как только тотал 2 перепишет all time high а я напоминаю что тотал 2 это капитализация альткоинов за вычетом биткоина там начнется самое настоящее альтсезоннище точнее продолжится альтсезоннище поэтому наберитесь терпения приготовьтесь к волатильности x10 потому что мы то с вами смотрим недельные графики а если мы врубим сейчас 5 минутки офигеете там от того что происходит вон какая волатильность смотрите какие мини дампы там люди торгуют вон биток упал на 60 тысяч долларов даже на 59 900 все в диверах на 5 минутках сейчас отскочим или не отскочим he его з альткоины к биткоину вообще люто посмотрите все зеленые вот что такое альтсезон битсезон сейчас биток к доллару падает альткоины к доллару тоже падают а к биткоину отскакивают врубаетесь то есть медленнее падают чем к доллару и биток тоже отсказывает смотрите так что все нормально любая коррекция любое падение это возможность закупиться аккуратненько с риск менеджментом только если вы понимаете что вы делаете Если не понимаете, что вы делаете, тупо сидеть в ходле имеет смысл, потому что, ребят, посмотрите на график биткоина, на месячный график биткоина по stock to flow, и вы все увидите сами. Биткоин идет сейчас наверх. Так же, как в принципе и всегда, биткоин идет наверх. Поэтому всем профитролей, торгуйте осторожно. С вами был Грин, я от канала CryptoCommons, подписывайтесь обязательно. Вступайте в нашу команду на BitGet, обязательно, CryptoCommons Team. И кто не видел лайфстрим по альтам, который был буквально пару дней назад на Муни, посмотрите, сейчас он у нас появится. Разобрали все монеты там, которые можно и нельзя. И скоро увидимся снова, пока.